При Богородице Казанской Жадовской пустыне уже не первый год действует православный бойцовский клуб «Пересвет». Возглавляет его благочинный обители и романах Тихон. В гости к спортивному батюшке приезжают ребята из многих городов России. В очередной раз обитель посетили воспитанники Ульяновского коррекционного детского дома «Гнездышко». В это время в обители гостил президент Пензенской Федерации смешанного боевого единоборства ММА Денис Астраханцев. Каждая тренировка в клубе «Пересвет» начинается и заканчивается, естественно, молитвой. Ребятишки из детского дома «Гнездышко» это прекрасно знают. Многие из них ездят к отцу Тихону уже несколько лет и с удовольствием проводят свои каникулы в монастыре. С удовольствием ходят в храм и занимаются спортом. Для чего мы это делаем? То есть, прежде всего, прививаем ребятам патриотический дух, чтобы они любили свою родину, были защитниками своей родины, могли бы стать за Отечество, за свою семью. Это главный мотив. Ни в коем случае не потреблять возлом, там где-то хулиганить, на улице привыноситься надо. Кстати, привитие подрастающему поколению любви к Отечеству, добродетели и вместе с тем научить ребят защищать себя, своих близких и родину – это главная задача не только клуба «Пересвет», но и, как выяснилось, Пензенской Федерации смешанных боевых единоборств ММА. Приехав в обитель в качестве паломника и, естественно, дорогого гостя, Денис Астраханцев намерен налаживать тесное партнерство с отцом Тихоном в плане воспитания нашего будущего. Он дал интересный мастер-класс и показал несколько приемов. Плюс принцип удары, да, то есть постановка кулака на цель. Сейчас делаем медленно. Чего там? Вот, делаем медленно, для того, чтобы, во-первых, не травмироваться. Человек, когда получает силу, даже возьмем просто физическую, он должен изначально ее основывать на каком-то духовном фундаменте. А мы, как православные люди, то есть обязаны просто понимать, что эта сила должна основываться на фундаменте православия. То есть это основное, то есть это краеугольный камень любой подготовки бойца. Самим ребятам общение и со спортсменами, и с монахами очень нравится. Они сами признаются, что каждый раз очень печально уезжать обратно в город. Мы здесь привыкаем уже. Становится как дома. Мы хорошо там занимаемся. Вот, даже спортзал. Обычно ходим в бокс, вот, в этом зале. Да, в этом зале. Здесь занимаемся всякими играми, футбол там. Ну, вы знаете, уже все. По традиции в конце тренировок ребятам предлагают сыграть в интересные игры со спортивным уклоном. Это для них самое главное во всем процессе занятий. Борис! 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 Быстрый, 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 быстрый. А вы что сейчас нажимаете? Все, 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 все. Все, все. Дмитрий Гурин ведет студию Борисской епархии специально для телеканала «Союз». Продолжение следует...